В этом видео мы познакомимся с вами с Альбиной Алимовой, патриотом своей страны, туризма и также просто замечательным человеком. Кроме того, вы увидите результаты искусства кыргызского рукоделия, обязательно чистейшие и полезнейшие эко-продукты, а также вкуснейшая кыргызская кухня. Лайк, подписка и поехали! В общем, я заехал к Альбине Алимовне, и я не ожидал некоторые вещи такие, видите, я уже зашел, посмотрел, удивился, поэтому лицо у меня чуть-чуть уже успокоилось, но сначала это, короче, я в очередной раз был в шоке. Вот и Альбина Алимовна. Добро пожаловать в Карако, в один из самых уникальных красивых городов Кыргызстана, со своей уникальной историей, природными пейзажами, локациями. Карако всегда был гостеприимным местом приема всех экспедиций теньшанских. Сегодня мы принимаем гостей со всего мира. Ну и, конечно, добро пожаловать в наш этномир. Мы готовы показать, рассказать для того, чтобы наши гости понимали, куда они приехали, наполнялись культурой не только нашего города, но и всей Кыргызской республики. Так, а когда вы открыли свой магазин, уже прошлый раз зимой, я когда приезжал, я его не видел. Кстати, называется он Этномир. Да. Легко и просто. Этномир. Инстаграм есть у вас? Конечно. А, написано просто Этномир. Этномир Кейджи. Этномир Кейджи. Так что запоминайте все это. Легко запомнить и легко будет опознать. Находится по улице. Демансариева, 150. Самый старый центр города Каракол. Чуть выше историко-краеведческого музея города Каракол. А что у вас есть? Пойдемте посмотрим. Добро пожаловать в наш магазин. Наш магазин был открыт, ну, наверное, с такой историей. Мы открылись в 2020 году, в самое ковидное время. Это был такой протест после того, что, когда весь мир был закрыт, нам было очень грустно. Мы не могли показывать нашу страну вот в том варианте, в котором мы привыкли. И это был, наверное, мой внутренний протест. Мне очень хотелось, чтобы открылись границы. Снова был мир наполнен счастьем и впечатлениями о путешествиях. Поэтому я решила, что это будет сувенирный магазин. И, слава богу, все открылось. Мы работаем уже третий год. И приезжают наши гости со всего мира. Нам очень хочется показать не просто наш магазин, как просто сувенирный. Мы представляем различные бренды нашей страны. Это наши мастера, это наши ремесленники, это наши производители натуральных, отечественных продуктов, которые просто пользуются спросом. Это наши уникальные, ну, к примеру, это вот мастера из каракола, которые делают потрясающие такие сидушки натуральные. Верблюжательные? Нет, это шерсть, да, которые делают сидушки для машины, для кафе, для всего, где можно использовать. Наши яркие войлочные тапочки, которые пользуются огромным спросом. Вот такие уникальные, я покажу, шапки из войлока, из шерсти. Это тонкая ручная работа наших женщин. Ее можно носить практически, она такая всесезоночка, очень тоненькая, легкая, с использованием натурального шелка. Конечно, это наши шелковые шарфы с орнаментом. То есть они тоже, вот сейчас мастера наши просто не успевают пополнять наш ассортимент с заказами и с различными выставками, которые проходят. Запрос огромнейший, да? Ну, да, в принципе, есть. Мы представляем здесь не только из Искульской области каракол, но и представляем, например, такие уникальных мастеров, которые делают эко-принт на шелке. Это шелк? Это шелк. И весь рисунок это эко-принт из природных материалов, да? То есть это могут быть листья, еще что-то. Это делают тоже наши мастера. А вот это, например, это ручная работа приехала к нам из далекого чона-лая. Это вот такие паутинки-шарфы из натурального чона-лайского пуха с добавлением натуральной шелковой нити. То есть вот эта вот легкость, ажурность и ручная работа. Это все делают наши мастера замечательные. Главный секрет какой, скажите, по стоимости? Очень доступные цены. И нам самое главное, чтобы мир почувствовал нашу теплоту, почувствовал наше гостеприимство и то качество, которое они могут ценить не просто один год, а любоваться и ценить качество много-много лет. Хорошо. А самое главное в обиходе, наверное, дома? Тапочки. Сколько они стоят? Тапочки стоят от 700 до 900 сомов. 700 до 900 сомов. Так, все, 3,5 тысячи тенге и вышли. Отлично. В прошлый раз в марте месяце что-то 300 грамм клубники стоило почти 2,5 тысячи тенге. Ну, посчитайте. В принципе, сколько мы можем. Вот такие вот тоже рюкзачки. Очень натуральные, очень интересные. Можно приобрести в нашем магазине. Это тоже делают наши мастера. Они еще плотные? Да, ручная работа. Это вот ручная работа наших художников на войлоке. Вселенная называется картина, да? Посмотрите, какая огромная вселенная. Маленький человек в виде юрты. Вот. Это тоже делают. Вот самое одно из моих любимых произведений. Это двойные шелковые шарфы. Но они очень актуальны и для наших соседей Казахстана. Это наши маки в тренде всегда, особенно сейчас. Да. Вот. Поэтому мы всегда нашим гостям говорим, что, пожалуйста, не срывайте маки. Увозите фотографии и увозите маки на шелках. Полностью согласен. Вот такая, конечно, наша страна очень ценится и мастерами, которые работают с кожей. Это вот такие кожаные сумочки. Сколько стоит такая сумка? Такая сумочка стоит, не помню. Но она в районе где-то 2000 сомов стоит. Ух ты. И это мужские. 2600. Да. 2600. Они универсальные. Женские, мужские. Потому что здесь я не вижу прям женскую подчеркнутость. А здесь, да, вижу. Это вот тоже наши экологичные шопперы с таким принтом. Можно посмотреть. А еще есть мастера, которые делают вот такие потрясающие хэбэ-жилеточки, которые можно использовать для наших деток круглый год. Ну, то есть это тоже очень уникальные. Чапаны. Это Майорам Чапан. Наш очень известный бренд, который делает уникальные, потрясающие вещи. Вот здесь была у нас замечательная полочка с бактусами. Тоже немножко закончилась. А это вот по типу непальских шапочек. Натуральные шапочки из ячьей шерсти. Ну, для наших любителей горных зимних склонов, которые однозначно не замерзнут. Вы поняли, куда нужно зайти в первую очередь? Ну, или, может быть, во вторую, когда вы погуляли по Караколу? И где приобрести крутые вещи? Поехали дальше. Не могу не показать потрясающие работы наших мастеров. Это шердак. Они есть у нас вот в таких ярких, потрясающих цветах. Вот сейчас наши мастера еще раз готовят большую партию для наших гостей, которые могут не просто увезти, но и наслаждаться теплотой, натуральностью, естественностью, уютом. Ну и, Иссык-Куль, какие цвета? Посмотрите, яркие, красивые, солнечные. Можно задать вопрос? Я думаю, что это как раз-таки то, на что вы сможете точно ответить. У нас возник вопрос про юрты. Если отсюда вывозить на границе, проблему людей не возникает, например, в Казахстан, если юрту вывозить. Вы знаете, Гони, наши юрты уезжают вплоть до Колумбии, не говоря уже в соседнем Казахстане, а можно, да, конечно. Я думаю, что вам стоит еще посетить нашу АИЛ, нашу большую деревню на южном берегу. Это Казылту, где как раз-таки все мастера, целое село, которое работает, собирает юрты, ну и, конечно, экспортирует их в страны ближнего и дальнего зарубежья. Я могу часами рассказывать о наших мастерах, о том огромном культурном наследии, которое есть в нашей стране, в Иссыкульском регионе, в городе Каракол, о наших мастерах. Ну, а буду очень кратко, для того, чтобы не утопить, не утомить наших жителей. Конечно, ни одна поездка не обойдется без вот такого замечательного головного убора. Это колпак, они у нас очень хорошего качества, шьются по специальному госстандарту. То есть это натуральный, натуральный войлок, который вы можете приобрести в нашем магазине. Ох ты ж, это единственная шапка, которая на мой чайник налезла, потому что другие они на меня просто не заходят. Помимо традиционных белых колпаков, можно обязательно очень большим спросом и пользоваться вот такого натурального окрашивания. Молодежь у нас очень любит, гости из дальнего зарубежья. Вот такие колпаки разных цветов. Сейчас наши мастера готовят еще одну большую линейку колпаков с натуральным окрашиванием, но уже не белый, а других цветов. Сколько стоит? Колпак стоит 1600 сомов. 1600 сомов. Что, темный, что светлый? Да, да. Ну, они немножко отличаются по качеству, по размеру, но вот средняя цена у них в 1500-1600 сомов. Зимой, конечно, мы не можем обойти вот такие тоже шапочки. Тумары это тоже натуральный войлок, но мы ни в коем случае не используем натуральный мех, поскольку мы очень экологичны и стараемся беречь, любить животных, свой мир. Ну, и используем вот такие. Они потрясающие, они очень легкие, они очень теплые. Ну, и не как у всех, однозначно. Не налазить на мой чайник. Поехали. А вот здесь у вас уже портмоне. Да, здесь у нас тоже мастера ручной работы, тоже кожа. Если кожа, она бывает разная, да, то есть та, которая, например, шьется не вручную, то вот здесь мастер у нас шьет вот эти портмоне, прошивает прям вручную, очень хорошего качества, они очень удобные. И если посмотрите, то ремешок на часах, это тоже ручная работа, это тоже сделают наши мастера здесь. Да, то есть можно делать у нас некоторые вещи на заказ. Ну, у нас традиционные с орнаментом тоже кожаные ремни потрясающие. Это чтобы наказывать непослушных сыновей? Нет, это чтобы выглядеть элегантно, красиво, в костюме. Как думать в миру своей испорченности? Вот такие уникальные, тоже натурально крашеные сумочки наших мастеров можно приобрести. Ну, с таким клатчем на красной дорожке вы точно будете приметны и очень необычно. Ну, различные штучки из войлока, которые применимы в быту. У нас есть молодые дизайнеры, которые тоже выпускают вот такие различные футболочки с принтом. То есть жизнь, любовь, дом, наследие. Ну, и это такой посыл наших молодых художников, дизайнеров с закрытыми глазами, что мы никогда не должны забывать свое наследие. Всегда об этом помните и всегда цените то, что вы имеете. Сколько стоят такие футболочки? Вот такие футболочки стоят 800 сомов. 800 сомов. 800 сомов? Качество, посмотрите. Хлопок. Это мускайли? Они унисекс, все оверсайз. Прикольно. Это вот такое. Ну, и наши мастера, которые вот это, я могу вам сказать, что делают, это курак техника, да, вот такие вот броши для наших тоже гостей. Это делают все наши рукодельницы, которые сидят, встречают гостей и стараются, изобретают, сочиняют. У Кыргызстана много у вас в Караколе, по-моему? Потому что я зимой тоже, когда вот здесь был, мне показывали вещи, которые сделаны и здесь, и еще привезены. Но в Кыргызстане, по-моему, очень много. В Кыргызстане на самом деле огромное наследие мастеров. И сейчас благодаря туризму это все возрождается. Также возрождаются наши исторические памятники, достопримечательности. То если раньше мы говорили о том, что после развала Совета Союза, что вот у нас культура в упадке, это в упадке, то в нашей стране, как никогда, туризм сыграл очень положительную роль. То есть именно благодаря развитию туризма, различных туристических направлений, то именно туризм сейчас является вот таким мотиватором для того, чтобы возродить старые традиции кочевников, наших женщин, наши семейные традиции. И не просто их возродить, но и делиться самым лучшим, что у нас есть, с нашими гостями. То же самое касается ремесленников. То есть иногда забытые старые техники вышивания, они тоже возрождаются. И, конечно же, наша молодежь начинает потихоньку привыкать, начинает вовлекаться во все это. Ну и, конечно, наши гости со всего мира, они сейчас уже тоже искушенные гости. Они однозначно тоже погружаются в это культурное наследие, в эту программу, в эту жизнь. И это очень интересно. И они пользуются огромным спросом. То есть наши мастер-классы, гастротуры, я думаю, что следующий ваш приезд в Гани будет, это будет гастротуры. Это самые популярные и самые востребованные туры по всему Кыргызстану. Вы не просто погружаетесь в культуру кыргызскую национальную, но и других национальностных этносов, которые проживают на территории Кыргызской республики, не просто через еду, трапезу, но и через рассказ об истории возникновения этносов, об истории их переселения в нашу страну, о том, каким образом они до сегодняшних дней смогли сохранить всю свою культуру, традиции и обычаи. Это как ужин в дунгангской семье. И не только, а еще есть ужин в казачьей семье с участием и самого атамана, например. Ужин, потрясающий ужин в кыргызской юрте, в кыргызской семье с традициями. На ужин в суегу-вуйгурской семье на топчане. Ну, то есть, очень много традиций и всего остального, и после гор, или трекинга, или после катания на горных лыжах. Это просто погружение в культуру, которое дает не только приятные ощущения, воспоминания, но и вы уезжаете с новыми знаниями. Это уже познавательно, интересно. И всегда, мне кажется, будет иметь какой-то особый эффект после такого путешествия. Такое послевкусие. Хочу рассказать тоже, это вот тоже делают наши потрясающие мастера. Это вот такие чапаны, жилеточки длинные, короткие. Это тоже ручная работа. Их можно надевать и летом, и зимой, и весной. То есть, они греют, в них не потеешь. Они имеют сейчас очень хороший спрос для официальных под белую рубашечку. Это хабэ натуральный хлопок. Наполнитель тоже натуральный хлопок. Сейчас небольшой такой ассортимент вот такого плана. Это тоже разные наши чапанчики. Вот уже все разобрали, потому что у нас... Мы не ожидали, что весна у нас будет такой очень активной. Семь тысяч сомов. Да, они разные цены на них. От четырех до семи до восьми тысяч сомов есть. Я после Узбекистана, у меня сумм засел. Я все. Да, я почти полтора месяца там был. И у меня что-то... Вот мы как с вами увиделись на форуме, я съездил домой, ну, может быть, вот за этот период дня на четыре. Я вернулся, и, короче, там был долго-долго, вот буквально, ну, наверное, в апреле. И, короче, я вот, я уже даже, не знаю, как будто я и не выезжал оттуда, там столько времени провел, будто пожил дома вообще. Ну, на самом деле, там уже становится очень жарко, поэтому пора менять локацию, приезжать в красивые горы, на скорую уже совсем теплую Сыкуль, и проводить здесь больше времени для них. По поводу Сыкуля и Каракола у нас, да, большие-большие планы. Мы готовы вам помочь в реализации ваших планах. Мы всегда очень рады и очень любим наших гостей. Ну, уже даже не гостей, а братский народ, которые Каракол облюбовали для себя. Вот, и очень надеемся, что в скором будущем будем также принимать вас в огромном, большом количестве. Найдете все для себя очень интересное и то, что любят наши соседи. Отлично. Поехали дальше. В нашем магазине, в самый туристический пик сезона, вы можете найти вот такие уникальные вещи, ручной работы тоже. Это наши мастера. Это больше антикварный, да, это называется бельдемчи. Ну, своего рода наюбники. Это тоже такой элемент культурного наследия. Я покажу, как это одевается. Элемент культурного наследия наших женщин. Он сейчас очень популярен. Это вот такое, ну, даже, наверное, раритетное. Но здесь у нас в нашем магазине можно приобрести и абсолютно современные бельдемчи. Короткие, длинные. Но они будут украшать даже молодых девушек всегда в очень таком... Это юбка, да? Да, это вот такая юбка. Ну, она мне чуть большеватая. Но она имеет несколько своих характеристик. Во-первых, очень эстетично и очень красиво в национальном виде. Ну, и, во-вторых, конечно, она держит осанку. То есть, если посмотреть, то есть мы закрываем поясницу. То есть, это всегда часть у нас закрытая. То есть, она всегда в тепле. Значит, не будет подвержена сквознякам. Ну, и, конечно, когда молодая девушка или женщина одевает бельдемчи, у нее она становится статной, выравнивается осанка. Ну, и, конечно, это уже бренд нашей страны. И, конечно, можно узнать по рисунку, по орнаменту, как и на колпаках, с какого рода, с какой местности является девушка или женщина того или иного рода, или региона, скажем так. Кыргызстан вообще отлично поработал над своим брендом. Как вы знаете, я сам работаю с гостями с разных стран. И для них юрта, курут, колпак, еще очень многие вещи. Это... А, и горы еще самое важное. И вообще, в принципе, кочевой образ жизни. Это идет, так сказать, марка Кыргызстана. Поехали! Так, а вот это вот... Это тоже делают, да, это делают наши мастера. Это ручная работа, но они больше для декора. Поскольку наш магазин занимается не только сувенирной продукцией, но и наши художники иногда помогаем нашим отелям, ресторанам, кафе или каким-то туристическим объектам также украшать интерьер в очень интересной форме. Ну, вот, например, как здесь. Мы сами оформляем наш магазин. Каждый сезон мы меняем оформление. И вот здесь вы видите, это... У нас есть питомник, сады свои мы выращиваем, натуральную душицу. Мы не срываем ее в горах, мы ее не срезаем в горах. Вот эти вот деревянные коряки мы специально выезжаем ранней весной на дикие берега Иссыкуля, которые вымывают вот такие вот ветки и что-нибудь изобретаем интересное. Ну, и самый популярный бренд Иссыкульской области, это, конечно, наш мед. К сожалению, полочка немножко опустела в связи с тем, что у нас был хороший наплыв наших гостей со всего мира, особенно с Российской Федерацией в этом году. Это медовые дары Иссыкуля. То есть, чем отличается Иссыкульский мед от всех других? Именно нектар этого меда собирают на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. Как известно, у нас нету больших тяжелых промышленных предприятий. Наши горы не опыляются кукурузниками, различными химикатами и всем остальным. Поэтому то огромное разнообразие трав, которые произрастают в наших горах, они дают особенный аромат, особенный вкус и особые полезные свойства меду, который произрастает и который производится на территории нашей области. Это вот наш потрясающий любимый бренд, он называется Мидар, мед в дар. Это горные разнотравия. Этот мед экспортируется у нас более чем в 15 странах мира. Считается экологически чистым. Он разлит по всем стандартам пищевой безопасности, имеет свой стандарт и сертификат безопасности. Поэтому добро пожаловать в самый пик сезона, начинаем подготовки к зимнему сезону. У нас всегда самый большой спрос на мёд, на миксы. Это облепиховый и барбарисовый. Главный вопрос. Цена? 200 сомов. 200 сомов? 200-250 в зависимости от наполнения и объёма. Но вот эта баночка стоит 200 сомов. 200 сомов. Поехали дальше. Ну что ж, мы пришли к такой очень замечательной полочке. Это тоже наши партнёры. Мы очень любим вместе работать. Это тоже мастера известного бренда и уже национального проекта в нашей республике «Одно село, один продукт». Когда-то история создания этого бренда нам помогали японские партнёры. Сегодня по всему Кыргызстану открыты вот такие вот магазины-полочки, где из натуральных также материалов создаются вот такие вот различные предметы. Это вот такие вот наши различные зверушки. Ну и ещё отличительной способностью являются, конечно, это потрясающие соки натуральные и джемы, которые производятся тоже у нас здесь в Караколе, в Иссык-Кульской области, из наших натуральных ягод. Но не без добавления сахара, а с добавлением мёда. Это тоже мёд. Один из самых востребованных и гипоаллергенных – это испарцетный, или как мы его называем, белое золото Иссык-Куля. Это барбарис, сок из барбариса ягод и сок из натуральной облепихи. То есть он не просто полезный, экологически чистый, но и, заметьте, мы всё упаковываем в экологически чистую тару. А главный вопрос? А главный вопрос – 200 сомов. Всё по 200. Всё по 200. Маленький сувенирный подарок, 110 сомов он стоит. 110 сомов, примерно 550. 1,550 тенге, чуть больше, 1,5, даже 1,5, короче, доллар. Да, где-то, да, доллар. Евро пусть, евро. А это чётки? Бусы, кто чётки, кто, да, ожерелье пишут. А вон у них большие соки. Сколько стоит большой сок? Большой сок у нас стоит 420 сомов. 420 сомов. Наши гости, которые приезжают со всего мира в нашем магазине, имеют уникальную возможность не только посмотреть и приобрести сувениры и памятные подарки, но и продегустировать 12 сортов мёда, натуральных соков и джемов. То есть иногда по запросу хотя бы за день до приезда, если мы получаем на свой инстаграм страничку или мы ещё получаем информацию от дестинации Каракол, это ассоциация туристического бизнеса здесь в Караколе, которая предоставляет информацию всему туристическому сектору и нашим гостям, туристам. Если они делают нам заказ, то мы здесь делаем такую мастер-класс, дегустацию медовой продукции и натуральных соков и обязательно с тандырными каракольскими лепёшками и бурсаками. В нашем магазине он уникальный. У нас обязательно можно попить кофе на небольшой террасе под каштанами. Ну и, конечно, нашим гостям мы стараемся максимально дать больше информации бесплатно. Мы рассказываем про достопримечательности нашего города. Я являюсь культурным сертифицированным гидом. И когда нахожусь в Караколе, обязательно, если есть желание у наших туристов, я могу проводить для них ещё и экскурсии. У наших гостей возникают самые различные вопросы, иногда сложности, иногда нет. Поэтому в нашем магазине мы, как правило, рассказываем, даём карты города Каракол, рассказываем, какие места можно посетить. Вот у нас есть небольшая там доска, где можно узнать, какие мероприятия у нас проводятся в Караколе, в Иссыкуле, в Кыргызстане, где можно поесть, куда можно сходить, где можно отдохнуть. То есть вся информация, которая будет интересна нашему гостю, мы ею делимся. Поэтому, как правило, наши гости не уходят очень быстро с нашего магазина. И им всегда очень интересно получить больше информации, получить больше интересных познавательных знаний именно о нашем регионе. И запомните, вы получили одну из самых полезнейших информаций, которая может быть на сегодняшний день в Караколе. А ещё больше информации вы получите, если зайдёте сюда и встретитесь с Альбиной. Добро пожаловать в Тургызскую республику, город Каракол, Иссыкутская область, магазин «Экнабель». Поехали дальше. Ну и время обедать. Мы зашли в один, наверное, это всё-таки самый лучший, я не постесняюсь назвать, этнический ресторан в Караколе. Называется он «Достаркон». Есть у них и внутренние залы. Оформлен он. В традиционном стиле. Видите, с самого начала заходишь и пожалуйста. О, мы заняли место снаружи. И как раз-таки здесь не играет музыка. Потому что музыка, вы знаете, YouTube обрезает. Оба-на! Поймал! Я вас подловил! Вы кушаете? Хочу представить вам потрясающий. Это Каракольский бренд. Да-да-да-да. А шляпу, да-да-да-да-да-да. Володная, вкусная, освежающая. Приезжайте. И у нас ещё есть баурсаки. Это Нед откусил. Ты откусил? Конечно. У меня зуб. О, вот, вот. Хочу, чу, чу, это кусал я. Короче, облепиховый чай. Это нечто. И мне ещё принесли сорпа. Чабан сорпа. Это местная. Вот она. Чабан сорпа. Здесь идёт вяленая конина. Вот это идёт курдюк. Идёт кусочки теста. И сам бульон. Я вроде как много разной сорпы, шорпов, я пробовал, но... Там ещё лимонады. Опять-таки, да, всё идёт. Блин, просто не хватает. Я только что попробовал сорпу, и вкус до сих пор у меня во рту. Прям вообще, просто идите и пробуйте. Всё, поехали. И вот такие, да ты ешь, ешь, не стесняйся. Вот этот... Вон, видно, что ты обычно не стесняешься. Очень добрый человек. Это вот салаты. Название вы их знаете, нет? Название не знаю. Ну, вот это точно с говяжьим языком. Остренький салат по-каракольски. А это с нашей местной брынзой и, по-моему, со шпинатиком. Брынзу тоже здесь делают, да? Да, конечно. Получается, как бы, местные рестораны или ещё, они в основном стараются привлечь к сотрудничеству именно местных. Однозначно, потому что, ну, местных отечественных производителей нужно обязательно поддерживать и таким образом поднимать отечественную и региональную экономику. Без этого никак. Ну, грустно было, конечно, сегодня расходиться с Альбиной. Я ещё, конечно, появлюсь. Да вообще, в Караколе замечательные люди. Сегодня мы с вами увидели моих местных товарищей, друзей, коллег. И поехали дальше. Спасибо.